Эта идея возникла у одного из членов нашей организации, он это все создавал, он сам с Луганска, он это рисовал там два года назад, там тоже рисовалась самая большая вышиванка в Украине. Вот, в этом году он переехал жить в Харьков, и так как, ну, как бы, сложилось, что в стране не очень стабильная ситуация сейчас, решили объединить народ вокруг этнических и, ну, как бы, правильных вещей, да, раньше, когда там, там, выходили замуж, да, отправляли в какой-то бой или так далее, там, мама, либо девушка, либо жена вышивала рушник-то, вышиванку. Вот, и когда это все это вышивалось, вот этот рисунок вкладывался в кусочек души, да, там, каждый, каждый вот цвет, да, там, означал какое-то определенное. Мы вырешили использовать цвета слабожанщины, это красный, белый и черный, и попросили, чтобы жители Харькова, все, кто тут учится, кто-то приехал, вся молодежь из всей Украины, объединились вокруг одного единого и вложили свой кусочек души в объединение мира, мира в нашей стране. Это будет рекорд, 30 метров ширина, 100 метров длина. Материалов немножко больше, и, скорее всего, она будет немножко больше, чем 100 метров, вот, рисуем, пока не закончится материал. Рисунок, с самого начала рисовали художники, вот, используя там этнические разные все эти визерунки, если говорить там украинскую, после этого каждый цвет определялся за один квадратик, такой пиксель, да, брался, вот, потом, в принципе, 4 камушка, это один пиксель, вот, под него рисовался квадратик, он сейчас, если можно наблюдать, люди очень активно разрисовывают, подписывают красный цвет, белый цвет, черный, и люди с красками все это разрисовывают.